Всем привет, уважаемые зрители и здорово, подписчики, с вами Константин. Сегодня у нас очередной гайд по прохождению пещеры с артефактом разрушителя на карте Выжженная земля. Элис Керч, Выжженка, да? Первая DLC платная, которая была добавлена когда-то в арк. Это пустыня, красивенная и интересная карта. Многие до сих пор ее любят и до сих пор на ней играют. Вот. Сегодня будем добывать артефакт разрушителя на Диадоне. Прекрасное существо. Сейчас немножко про него расскажу, если кто не в курсе. Вот. И почему именно его я выбрал для прохождения этой пещеры, я тоже объясню. Сразу давайте определимся с координатами и местоположением. Вот. Смотрите. Вот вход в эту пещеру. Это как бы такая построечка. Тут есть у нас стены, да? Вход сюдой. Прогрузочка. Достаем GPS-ник и смотрим на координаты. Вот на карте. Координаты 77,9 на 75,6. На синей стрелочке Вы можете наблюдать мое местоположение на карте. Это примерно юго-восток карты, правильно? Вот. Здесь этот вход к артефакту разрушителя в пещеру. Почему именно Диадона я решил выбрать? Ну, потому что, ребята, он сюда может зайти, запрыгнуть вовнутрь и начать прохождение. Это, по-первых, его... Это первая причина. Он умеет прыгать. Для прохождения этой пещеры, ребята, нам в конце нужно будет перепрыгивать через обрывы. С учетом того, что там очень много опасных мобов. Артоплевры, летучие мыши, змеи, богомолы, которые вообще издалека атакуют и очень сильно прыгают на вас. Вот. Плюс там вылазят из земли каменные големы. Это элементали маленькие, да? Но у них опасная атака. Они так-то не сильно бьют, они медленные. Не надо с ними вступать в бой, мы их обойдем. Но если они вас, ребята, ударят левой рукой, вас может отбросить и улетите вы в обрыв. Поэтому не рекомендую вообще близко к ним подходить. Вот. Но это как бы в будущем, да? Сейчас давайте посмотрим, как же попасть нам вовнутрь на Диадоне, вот в это вот место. На кошке, ребята, не рекомендую туда идти, потому что кошка, в отличие от Диадона, имеет очень маленький уровень здоровья. Хоть она по урону примерно одинаковая, но ее не раскачать до такого уровня здоровья, как Диадон. Какое бы легендарное седло, вы на нее не поставите, с четырьмя тысячами среднюю кошку, там это очень опасно, ее убьют. Вот. Диадона, ребята, сотого, вот этот вот сотый. Кстати, видели, да? Там я зайти не мог. Смотрите, обходим справа, вот окошко. В это окошко прицелились, на шифте прыжок, и я внутри помещение. Почему я именно так это показываю? Потому что, ребята, креоподы есть не у всех ребят. Не у всех, ребят, есть все DLC, та же выжженка, ой, то есть вымирание, да, Extinction. И технологии креоподов не у всех есть, вот. Поэтому я показываю, как можно без всего, без креоподов это проходить. Тут есть в потолке огромная дыря. Можно без креопода сюда затащить какое-то большое существо, того же Мегатерия, да. На Мегатерии, ребята, пару слов. Здесь прохождение до определенного момента вообще прекрасное, так как здесь в основном одни насекомые. Летучие мыши, змеи, богомолы это те же насекомые, ортоплевры это насекомые. У него баф огромный против насекомых. Они даже все вот эти вот мобы, они не агрятся на Мегатерии. Но, ребята, там есть элементали, которые тоже вылазят из земли, и при ударах по Мегатерии могут вас швырнуть в обрыв. Он медленнее, чем кабан, и он не умеет прыгать. Поэтому Мегатерии в конце, где нужно будет пропрыгать через обрывы к артефакту, он не сможет ничего сделать. И как только вы слезете с Мегатерия, чтобы сделать это вручную, да, так самому пропрыгать через обрывчики, на вас сагрится куча мобов, от которых вы не отобьетесь. Поэтому Мегатерии не рекомендую сюда брать для использования добычи этого артефакта, артефакта разрушителя. Я буду использовать Диадона. Посмотрите на его статы. Я приручил его сотого уровня, прораскачал у него 43 уровня, влил. Это быстро, да, буквально дело, получаса на дробилках. Раскачивать с другом своего Диадона или так побегали, побили живку. 40 уровней можно залить в первый же день. 15 тысяч здоровья у сотого, да, я раскачал сотого. Урон ему до 470 влил. Почти все очки немножко влил в здоровье. Он очень хорошо на здоровье качается. До 50 тысяч раскачивается на легке, сто пола. Плюс броня в седле. Может быть легендарное седло хорошее, сто плюс, да, брони. Маленький такой бронтозавр, который еще сволочь может хилиться. Представьте себе. Вот у него стат еды. В основном его качают в еду, потому что когда он хилит всех вокруг и себя, он потребляет очень много мяса, еды. Вот. Как только мясо заканчивается, у него очень быстро падает стат еды, когда он хилит кого-то. А после того, как ушло в ноль еда, начинает отниматься здоровье. Он может умереть. Поэтому с этим внимательнее. Если вы используете его для хила, то нужно много мяса. Вот я сейчас буду идти, где-то подобью мясо, да, подфармлю себе в бою. И в конце, где будет артефакт, мне все равно нужно будет дать бой. Я там всех буду бить с бафом хила. Меня практически можно не убить. Поэтому кабан здесь, это обалденная вещь. Но там есть очень опасная фишка одна, как не упасть в обрыв. Нужно идти аккуратно. Но это я все походу покажу. И почему. Как и что. Вот. Поэтому определились, да. Чем больше союзников вы хилите, ребята, тем больше тратится стат еды. Тем больше он жрет мяса. Поэтому смотрите с этим аккуратно. Когда толпу людей хилите, им нужно, чтобы мясом был забит вообще весь кабан, все стаки. Вот. Это касается кабана. Да и вообще он выглядит круто. Мне нравится. Диадон это вещь. И по урону, и по выживанию лучшее, что может быть в принципе. Для сольного игрока тем более. Вот. По поводу снаряжения. Не беру с собой никакой одежды. Там очень много артоплевры, ребята. Они своими плевками могут поломать вашу дорогостоящую броню. Поэтому не рекомендую вообще никакой брони туда брать. Возьмите с собой просто хилок. Обязательно. Хилки везде всегда рекомендую. Будет очень жарко, будет очень холодно, начнут отниматься по хп. Ну, вы всегда можете отрегулировать свое здоровье хилками. Покушать хилок. Еда. Мяска у меня жареная. Обычная вода. Сейчас мы ее выпьем перед тем, как пойдем. Обязательно. Еда, вода. GPS-ник. Координаты показывал. Три факела взял, потому что гамму, ребята, прописывать не буду, чтобы картинка была более контрастная. Без яркого блика бледного. Ну, вот. Конечно же, кто играет часто, то я и сам пользуюсь гаммой для того, чтобы видеть лучше в темноте. Все. Приступаем, ребята, к прохождению. Заходим в пещеру. Кстати, сюда мы зашли, да, вон там запрыгнули. Потом на выходе я покажу, как выйти отсюда на кабане без креоподов. По поводу вот этой дырки в потолке, ребята, она узнала виверна или кецаль, да, для того, чтобы сюда затащить какое-то существо интересное. Потому что иначе сюда не зайти. А вот кабан, кабан запрыгивает. Я не исключаю, что и кошка запрыгнет, но, опять же, на кошке здесь проходить хреново в соло. Могут завалить. Зажигаем факел и погнали, ребят. Благодаря тому, что у кабана атака немножко отбрасывает от себя мобов, она помогает вам избежать блокировки существ. Бывают, существа блокируют, и вы не можете никуда, ну, никуда деться, да. Но он немножко отбрасывает, плюс он прыгает. Когда вы прыгаете, ребята, и отбрасываете, вас практически заблочить невозможно. Вот эти вот низкие места, арочки, проверены, ребята, мегатерий здесь проходит. Если все-таки кто-то решит на мегатерии пойти, и в конце там может быть... Там, в принципе, до определенного момента можно пойти по другому маршруту и потом спешиться. Ну, там тоже опасно возле артефакта. Дорога, ребята, одна. Есть развилка на два пути, но все равно она вас выведет к артефакту. Пока мобов никаких нет, да. Вот. Ну, очень темно. Тушить не буду я. Факел, да. Дорога одна, она вас по-любому выведет. Ну, и там есть нюансы с перепрыгиваниями. Там нужно аккуратно. Идем, идем, идем. Все у нас прекрасно. Спускаемся. Мобов пока мы не находим. Но скоро они, ребята, будут. Здесь есть и красные, и желтые дропы, да, пирамидки. С которых можно взять хороший лут. Вот развилка, ребята. Можно идти влево, можно идти вправо. Давайте пойдем вправо. Вот. Я люблю правую сторону. Налево ходить нехорошо, да. Пойдем вправо. И что мы наблюдаем? Начинаются у нас здесь где-то мобы сейчас. Пошли вправо, вправо, вправо. Вот у нас первые атакующие. Артоплевры. Что мы делаем? Мы просто здесь спокойно прыгаем. И никто нам ничего не может сделать. Здесь, ребята, уходим вправо. Это вот та развилка нас вывозила. Тут у нас мегалания есть, да. Опять же, куча артоплевр. Куча летучих мышей. Куча. Куча-куча всего. О, он кишит. Просто кишит. Вот. Перепрыгиваем. Вот. Кабан может всех убить, ребята. Потиху идти, по очереди всех убивать. Без проблем. Вот. Здесь проходим. Здесь вот, ребята, начинается перепрыгивание. Видите? Обрывы. На шифте прыг. Опять шифт. Прыжок. Оп. Дальше. Вот здесь вот мегатерии не перешагивает, ребята. Там он еще мог перешагнуть. Здесь нет. Все. Спокойно бежим дальше. Поперепрыгивали в важных местах, для которых нужен был именно кабан. Вот у нас каменный голем вылез. Они сами по себе дамажат. Ну, не очень сильно. Но если он вас ударит рукой, он может вас швырнуть в обрыв. В обрыв он там справа. Поэтому держитесь ближе к стенке, к левой. Близко к обрыву не подходите. Идем, идем, идем. Вот там он, видите, обрыв большой. Не надо подходить близко к обрыву и вообще давать какой-либо бой. Агрим на себя всю эту нечисть. Выходим к артефакту. Вот он, красавица, артефактор, разрушитель. А можно с собой выдру взять и пять штук утащить. Включаем хилл. И начинаем просто их сжирать. Урон у кабана достаточно хороший, чтобы он здесь зафармил в этой пещере. И всех, ну, возможно, кроме горных элементарий, их очень долго бить. То есть каменных големов, а не горных элементарий. Это маленькие. Вот. Он прекрасно себя чувствует в бою. Видите, 76-я артоплевра отвалилась. Да, это не мегатерии против насекомых, которые вообще имбовые. Но мегатерии прыгать не умеет. Видите, мы немножко подчистили все, кто на нас успел сагриться. Немножко мяса подбили для хила, если надо будет. Посмотрите, сколько у меня уже отнялось статуса еды. Видите, я немножко на хилле постоял. И уже вот сколько у меня? 3000 отнялось. Поэтому за этим моментом смотрите, чтобы мясо всегда было в вас. Вот наш драгоценный артефакт разрушителя. Со скином на меч. Да, ну давайте заберем скин. Спокойно спешились. Сели. Смотрим, здесь очень, ребята, холодно. Видите, баф холода в нижнем правом углу. У меня отнимается здоровье. Поэтому я съем немножко хилок. И прекрасно буду себя чувствовать. Здоровье у меня восстановится. Привет, богомол. Можно, в принципе, ребята, сейчас очень важный момент будет. Так, не надо мне тут попочку мою отрабатывать, да? Сейчас мы их всех тут и хил включим. Захерачим. Чтобы они нам не мешали. Я хочу просто вам рассказать один момент, ребята. С дальнейшим переходом обратно. Видите, они мне даже не отнимают вообще хп. В принципе. Они просто умирают. Я постоянно на хиле. Так, можно хил вырубить на правую кнопочку, да? Все. Никого не видим. Видите, здоровье 15 тысяч. Вообще не отнялось. Да, у меня еда отнимается. Но у меня мяско всегда есть. Там, ребята, сейчас обратно, когда будем перепрыгивать. Давайте попьем. Очень надо быть внимательным. Если в этот момент, когда мы будем прыгать, мы случайно уткнемся в текстуру лбом. Нас влево швырнет и мы упадем. Было у меня такое. Я потерял диадона. Поэтому будем идти аккуратненько, ребятки. Вот. Идем, прижимаясь к правой стенке, да? Не будем никого сейчас трогать пока. Там еще элементаль будет нам мешать. Поэтому аккуратно. Вот. Перед тем, как здесь, ребята, идти. Включаем хил. Вот. Убиваем всех. Очень важно не спешить и убить в этом месте всех. Элементаль, по большей части, в принципе, он нам особо не мешает. Он меня бьет в сторону стенки. Сейчас я от него отойду. Вот сюда. Надо мелких всех убить, чтобы они нам, ребят, не мешали. Просто не мешали. Вот. Сейчас. Элементаль медленный. Он туда-сюда ходит. Давайте его сюда вот отведем. Чтобы он реально нам не мешал. Дамажит он слабо, да и кабану пофигу. Главное, чтобы он не ударил меня и не отбросил. Вот. Все. Увели сюда элементаля. И спокойно обходим вот с этой стороны. Давайте, да. Чтобы элементаль нам не мешал. Там нужно прыгать, ребята, сейчас аккуратно. Поэтому я зачистил всех перед тем, чтобы... Ну, вот здесь вы начинаете, да. Пошли вот. Сюда мы пропрыгали. Все хорошо. Вот если я сейчас, упираясь в эту стенку, прыгну, меня отпружинит и я улечу в пропасть. Поэтому, ребята, аккуратненько заходим на вот этот выступ. Без всяких прыжков. Вот здесь. Вот так. Аккуратно. Не надо вот здесь сейчас прыгать вообще. Спокойно, аккуратненько. Подходим. Почему я всех зачистил? Повторюсь. Чтобы мне сейчас никто не мешал. Вот это место очень ответственное. Нужно не потерять свою живку. На шифте перепрыгиваем раз, пробегаем, два и три. Здесь у нас элементарь вылез. И убегаем. Вот это, ребята, самое такое ответственное место, чтобы нам никто не мешал перепрыгивать. Дальше уходим. Дальше уходим, как и пришли. В бой, в принципе, вступать смысла нет. Просто пробегаем. Просто пробегаем спокойно. Перепрыгиваем через всех. Здорово, пацаны. Как у вас дела? Все нормально? Все четко, да? Вообще четко. Этого перепрыгиваем. Выпрыгиваем. Диадона очень высокий уровень выносливости. Здесь уходим вправо, да? Помним эту развилочку. Я пошел, кстати, здесь по правой стороне, а вышел чуть по левой стороне, да? Все помнят. То есть я прошел по двум маршрутам. В одну сторону шел по одному маршруту, в другую сторону по другому маршруту. Дорога вот начинает вести вверх. Она по-любому вас выводит наверх. Молодцы, молодцы. Все хорошо. Кабану вообще до фонаря, что вы тут тыркаетесь. Вот еще элементарь вылез. Видите, со стенки. Они здесь везде вылазят, эти каменные големы. Вот, здесь тоже, смотрите, обрыв какой-то есть. Да? А, ну здесь, ребята, вы не потеряете Диадона. Здесь просто вы вниз упадете. Да отвалите. Вот, видите, как он отбрасывает хорошо. Тоже хорошо отбрасывает Диадон. Это важно. Это очень важно. Все, выходим, ребята, наверх. Мобы у нас закончились. Спокойно выносим артефакт разрушителя. При этом, как бы, я ничего с собой не брал. Сами убедились в том, что на кошки туда идти не вариант. Порвут. Но кабану там очень комфортно. Все, ребята, спокойно вышли на поверхность. Да? Вот артефакт разрушителя. Теперь, как же нам отсюда выйти с нашим кабаном, если у нас нет креопода. И у нас нет виверны с кецалем, чтобы вытащить через крышу его. Зашел сюда я через вот это окно. Выхожу, ребята. Вот только через вот эту вот деревянную балочку. Видите? Через нее прыгаем. И выпрыгиваем наружу. Пошла прогрузка именно карты выжженная земля. Все, отгрузилась пещера. И теперь, ребятки, мы находимся с вами на поверхности с нашим артефактом. Давайте эту вот ортоплевру загрызем. Все у нас четко, все хорошо. 108-й уровень у нее такая вот она, крутая. Кстати, ортоплевра, ребята, если кто не в курсе, прирученная на киблах. То есть не на киблах, а излюбленная ее еда. Это супчик просвещения, да? Его там не надо 5-7 штук, чтобы топовую 150-ю затомить. Ортоплевра своими жвалами, именно вкусами, дамажит любые виды построек. Начинает с соломы и дотек построек. Металл и тек. Представьте, камень неподавно. Ортоплевра прикольная такая штука для сольного тихого рейда какого-нибудь ночного. Если она у вас есть. Но это так, маленькое предисловие. Так, кабанчик качнулся. Ну, давайте урончик ему еще, да? Все, видите, после этого похода у нас есть куча кнутов. Полезная штука для разгрузки анкилозавров, да? Кнутом, когда бьете перегруженную живку, живка все равно идет в ту сторону, в которую вы ее направили кнутом. Даже если она перегружена под самую завязку. Кнут, классная тема. Вот, кнут вырывает из предметов, у людей из рук оружия, у врагов, да? Кнутом можно вырывать, можно свою сумку поднимать кнутом. Можно яйца собирать дрейковские на аберрации кнутом. Ну, короче, такое вот маленькое отступление. Вот, плюс на фармили яд титаноболы. Это нужно для боссов, да? Такой ресурс, который не переносится между серверами. Ну, в принципе, все. Так, ну я сам тоже кочнулся, да? Давайте вот. Мне сейчас жарко, надо хилать немножко покушать. Очень жарко сейчас. Все, ребята, на этом буду заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписываться в группу ВКонтакте. Вот. Кстати, у нас идет сейчас развитие на двух картах. Скоро третья будет у нашего Трайба. Ссылка на наш Дискорд будет в описании под этим видео. Кто желает играть с нами, заходим в этой ссылочке в наш Дискордик и общаемся с нами. Там собеседование надо пройти. Но, ребята, возраст 20+, голосовая связь обязательно. Вот такие критерии. Вот. Опыт игры не важен. Играем на аберрации, на Рагнарке. Скоро на вымирание пойдем дополнительно. И на выженки, возможно, тоже в будущем тоже будем играть. Вот. Карта интересная. Все, ребята. Кстати, не забывайте кликать по колокольчику в верхнем правом углу на Ютубе, да, чтобы видеть оповещения о моих стримах и о моих новых видосах. Теперь точно все. Все. Пока-пока. До скорых встреч. До встречи. Продолжение следует...